НПО «Энергомаш» в этом году отмечает 95 лет со дня своего основания. В зале собрались сотрудники и ветераны предприятия, для которых это не просто работа, это целая жизнь. Сегодня научно-производственное объединение «Энергомаш» занимается разработкой, испытаниями и производством уникальной продукции – жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей. 95-летний юбилей предприятия – это, прежде всего, повод подвести итоги. А гордиться есть чем. Об этом говорил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. Он отметил, как важно сохранять в работе преемственность поколений. Я хотел бы, прежде всего, пожелать нам всем, чтобы и нынешнее поколение энергомашевцев внесло в эту историю не менее достойный вклад, чем наши предшественники. И наша задача не только сохранить эту научную интеллектуальную школу, но и приумножить те достижения интеллектуальные, которые были созданы на протяжении этих десятилетий. День рождения предприятия – повод отметить тех, кто своим трудом и самоотверженностью каждый день вносит вклад в обороноспособность и научный потенциал нашей страны. Глава округа Дмитрий Волошин наградил знаками отличия лучших сотрудников и тепло поздравил коллектив с этой знаменательной датой. Люди являются главным человеческим капиталом «Энергомаш». И мне очень приятно, что в большинстве своем это химчане. Примите искренние поздравления от меня лично и от администрации «Химок», от Совета депутатов городского округа с этим замечательным юбилеем. Среди почетных гостей – председатель Совета депутатов городского округа «Химки» Сергей Малиновский, а также первый заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Андрей Ельченинов. Он вручил награды работникам предприятия от имени «Роскосмоса». Предприятие «Энергомаш», как бы оно ни называлось, это все равно было синонимом двух слов, на мой взгляд. Это надежность и ответственность. В любое время смотреть, начиная с момента создания лаборатории, как у людей рождались деньги, как они воплощались в жизнь, как они воспринимались потом потребителями, государством. За 95 лет на предприятии сложилась своя история, свои традиции. И, конечно, самое большое достояние было, есть и будет – это люди, труженики производства. Сегодня их здесь более трех тысяч. Каждый из них продолжает дело отцов-основателей и вносит свой вклад в космическую промышленность России. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ.